Дом Советов Громкое дело Элины Сушкевич никому не дает покоя, а митингующих в пользу врача задержали и штрафовали на площади Победы. Нетрезвые родители на дне города – не самый лучший пример для подражания, особенно когда ребенок находится на высоте. Антон Алиханов собирается выкупить территорию Дома Советов за 340 миллионов и начать реставрацию. Что будет с уже историческим наследием Калининграда и кто там будет находиться? Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». Даете охранник, сейчас охранник, когда вернется, даете ему просто сотку, каждый дом вас берет, просто пропускает. Сейчас Дом Советов уже как культурное наследие, попасть туда можно незаконно. Дети и туристы поднимаются на крышу самого высокого здания Калининграда, хотя это и опасно. Однако уже через несколько недель попасть туда никто не сможет. Алиханов обещает выкупить территорию и отреставрировать здание, в котором будет находиться правительство, сообщает губернатор в своем инстаграме. Антон Андреевич, а что слышно с Домом Советов? Сегодня мимо проходил по Московскому проспекту, из-за забора воняет так, как будто кто-то сдох. Обидно такое здание иметь в центре города. Сделку закроем в течение нескольких недель. Будем приводить территорию в порядок. А что думают жители? Хотят снести Дом Советов или, может быть, восстановить прежний замок? Если у нас больше в области нечем заняться, кроме этого здания, то, наверное, это нужное дело. Вообще рентабельно ли вложение в эту постройку, которую уже почти загадили и развалили? Я думаю, восстановить тот замок, который был на этом месте. Это бы привлекло туристов и как-то еще бы новый символ городу. Мне кажется, лучше снести и построить что-то новое, такое же грандиозное, мне кажется. А так было бы лучше намного. Нет, это плохая идея. Потому что лучшим бабушкам бабки раздали. Мнение калининградцев разделилось, но на площади Дома Советов мы встретили человека, который что-то допонимает в строительстве. Я бы снес. Это будет дешевле, да? Это будет и дешевле, наверное, и на фоне сегодняшнего дня выгоднее. Вот и все. На самом деле, чтобы не хотели сделать с нашим Домом Советов горожане, решение губернаторам уже принято. И у правительства скоро появится новое местонахождение. День города. Там танцевали, пели и сжигали книги. Такое шокирующее представление устроил один из творческих коллективов. По их мнению, это отличный способ заставить людей читать. Считают ли правильными свои действия создатели перформанса, узнавала Екатерина Крейдер. Вы видите кадры из фильма «451 градус по Фаренгейту». Мир, в котором безжалостно сжигаются книги, а их чтение преследуется законом. Мы сейчас живем в мире, где книги отошли на второй план. О них забывают и не читают. На эту тему одна из творческих лабораторий провела перформанс под названием «Цена и ценность». Он получился по-настоящему провокационным. Книги сжигались, если оказывались никому не нужными. Это заметил калининградский писатель Борис Бартфельд и в социальной сети поделился фотографиями. Конечно, сжигание книги – это такая акция, которая оказывается сильнее, чем сам замысел. Первая отсылка, самая эмоциональная, самая сильная – это отсылка к акции нацистов. То есть это сразу вспыхивает. Можно было бы досмотреть, я там написал в комментариях, какой-то шкаф вечного молчания. То есть запирание в шкаф, из которого книга потом исчезает. То есть открывается или еще что-то. Чтобы спасти книгу от сожжения, можно было ее просто купить. Цена составляла от 1 до 10 рублей за штуку. Таким образом, силами неравнодушных к искусству собрано 700 рублей. Эти деньги отправлены одной из благотворительных организаций. Дело именно в том, что люди перестали читать, что люди перестали обращать на это внимание, что книги становятся ненужны. Это единственное, на что мы хотели обратить внимание. И уже ни в коем случае не провести каких-то недопустимых, неуважительных аналогий, с которыми, собственно, нас сравнивают. Это неприятно нам. И если мы кого-то оскорбили своим перформансом, естественно, мы приносим за это извинения, потому что мы этого действительно не хотели. Первый городской решил спросить у горожан, что они думают о таком перформансе ради искусства. Это очень плохо, книжки нужны. Видишь, что подобное у нацистов было. Я люблю книги читать, причем бумажные больше, чем электронные. Если бы вы увидели такой перформанс, как бы вы на него отреагировали? Ну, я бы, наверное, слегка расстроился. Книги всегда нужны, ведь для кого-то и для чего-то они издавались. Своё мнение на эту ситуацию также имеют представители научной библиотеки. Лично моё отношение, конечно, крайне негативное ко всему произошедшему накануне, потому что любой человек, здравомыслящий, наверное, понимает, что искусство должно нести в мир нечто доброе, ценное. Как писал Рэй Брэдбери в своём известном произведении, есть преступления хуже, чем сжигать книги. Это, например, не читать их. Поэтому берегите книги и цените вклад людей в литературу. Екатерина Крейдер, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. Все выходные Калининград праздновал свой день рождения. Город пережил несколько концертов, гигантские толпы людей. Но что же теперь с ним стало? Съёмочная группа Первого городского решила узнать обратную сторону Дня города. Для горожан праздника, для сотрудников полиции, скорой помощи и МЧС – целое бедствие. За два прошедших выходных из-за праздника город сильно пострадал. Лишь за одну ночь с воскресенья на понедельник сгорело пять автомобилей. МЧС буквально сбилось с ног. Благо, пострадавших нет. Также город потерпел крушение от дебоширов. Все так сильно из душой отмечали праздник, что не обошлось и без передряг. Эвальт и компания решили пойти на концерт Макса Барских в субботу. Но весёлого там оказалось мало. И за нами завязались какие-то лица непонятные в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то непонятной ситуации завязался конфликт. Кто-то кого-то толкнул. Нас было пятеро, три парня и две девушки. И одну из девушек, вот мужчина, задел локтём по лицу. Естественно, мы вступились за свою подругу. И на этой почте состоялся конфликт. К счастью, службы правопорядка среагировали вовремя. И всё мирно закончилось. К слову, в общей сложности в субботу 611 раз горожане вызывали скорую помощь. А в воскресенье – 580. За два дня праздника вывезли 152 тонны мусора. По сравнению с прошлым годом, всё прошло мирно. Ведь год назад калининградцы даже брали штурмом шаттлы, которые переполнены и еле везли их до дома. Русский народ умеет отдыхать. Второй день гуляния был также ярок и весел. Первый городской телеканал уже по доброй традиции тоже принял участие в праздновании Дня города. В Центральном парке культуры отдыха состоялся по-настоящему семейный праздник. Дом хорошего настроения. Мастер-классы, яркие фотозоны, интересные конкурсы, флешмобы и море подарков. Об этом подробнее в сюжете Дарьи Михайловой. Мы находимся на одной из площадок Дня города, который организовал первый городской телеканал. Множество спонсоров, конкурсов, разных площадок. Мы прямо сейчас угнемся в эту атмосферу и посмотрим, что же здесь происходит. В этом году первый городской приготовил для калининградцев целый дом хорошего настроения. Себя можно было проявить в любой сфере. Немного подвела погода. Первую половину дня дождь лил стеной, но вскоре горожан все-таки порадовало солнце. На самом деле, вот сейчас уже светит солнце, но с утра нас в парке встретил дождь. Но я хочу сказать, что благодаря сотрудникам первого городского телеканала, нашим партнерам, нашим гостям праздника светило солнце, дождик прекратился. И у нас сейчас на площадке очень много людей, которые фотографируются, получают подарки, участвуют в розыгрыше. В общем, атмосфера правда замечательная. Море конкурсов не только для взрослых и детей, но и для целых семей. Ведь мы выбрали самую спортивную, креативную и поэтичную семьи. Победителей узнаем позже. За участие в конкурсе каждого ждали приятные сюрпризы и дорогие подарки. У нас тут лаборатория красоты. Мы делаем экспресс-прически, всякие плетения, красивые пучки. И для того, чтобы все было как можно более магически, посыпаем еще всякими красивыми блесточками. Единорожьи темы, так что подходите все, кто хочет. А можете мне что-нибудь сделать? Прикольное. В этот праздник у каждого была возможность немножечко себя приукрасить. Девушки из лаборатории Миксит могут заплести косы на любой вкус и украсить вас блестками. Если вы хотите выглядеть так же блестяще, как и я в прямом смысле этого слова, обязательно приходите в магазин современной косметики Миксит. Можно поесть сладкую бату. Кстати, наша сладкая бату позиционирует себя как такой натуральный продукт, который можно есть, действительно, даже дети. И также можно протестировать нашу продукцию, это бестселеры, наши новинки. Можно приобрести их и также поучаствовать в лотерее. Всех, кто промок в эти дождливые выходные, ждали витамины от аптеки «Будь здоров». Для того, чтобы получить здоровый приз, стоило пообщаться с пандой. Как тебя зовут? Как тебя подписать снизу? Панда. Мы подпишем просто панда. Панда, ну ты прям такой. Давай зарядку делать, худеть надо тебе. Давай. Пока свои повторяю. Ну а если вы уже привели себя в порядок, подкрепились витаминами, то самое время расслабиться в массажном кресле от нашего партнера Ямагуччи. Сегодня мы собрались на этом празднике, чтобы все желающие могли попробовать, потестировать наше оборудование. Это все абсолютно бесплатно для всех желающих. Вот такая беговая дорожка, например, самая компактная и самая легкая дорожка в мире на сегодняшний день. Стоит сделать пару шагов, и она начинает работать, чувствует ваш темп, пишет скорость, количество шагов и все измерения. Также в день города можно было получить подарочный сертификат на 1000 рублей в клинику Эстелия. Наша клиника, клиника Эстелия, это особое место, где каждый пациент может оказаться в атмосфере заботы и неравнодушия. Нас рекомендуют и к нам приходят по рекомендации друзей для того, чтобы поддержать и сохранить свое здоровье и красоту. Ну а если вам и этих подарков мало, тогда держите скидки в автошколу «Рыцарь». Сегодня я смотрю за правилами дорожного движения, чтобы никто не нарушал их. И самое главное, подходили и делали фотографии. Так, уже были нарушители сегодня здесь на празднике города? Да, было несколько человек, но они исправились. Выписаны штрафы в виде скидок в автошколу, и они скоро уже придут на занятия. Дожд калининградцам не помеха, поэтому на праздник пришло огромное количество гостей, и все остались довольны. Нам дали шарик, мы поиграли, банки выбивали, брелок выиграли. Послушали музыку, песни, танцы посмотрели. Мы все сделали, поели, попили. Классно, организовал первый городской канал, праздник организовал великолепно. Мне очень понравилось. Все здорово, все замечательно, шествие замечательное. Ну и настроение тоже у всех замечательно, несмотря на дождик, ничем не спортить. Хорошо, спасибо. Все здорово, с праздником. В принципе, позитивно, вроде солнце появляется, так хочется еще лета. Ну, в принципе, мы все рады здесь поучаствовать. Это для нас тоже прогресс, точнее опыт. Нам вообще нравится. Дарья Михайлова, Екатерина Калиниченко, служба новостей, город. Объявлен предварительный состав жюри «Голосящего Кевина-2019». В него вошли Семен Слепаков, Валдис Пельч, Михаил Галустян, Юлий Гусман, Сергей Светлаков и Вячеслав Мурогов. На фестиваль приглашены 17 команд из России, ближнего и дальнего зарубежья. Остальные актуальные новости мы узнаем из рубрики «Короткой строкой». С 8 июля изменена схема движения на транспортной развязке улицы Невского и Северный обход. Эти изменения продлятся до 29 июля. На развязке займутся демонтажом моста. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут объезда, а пассажирам, следующим в аэропорт Хороброво, выезжать пораньше. День города и День Рыбака отметят в Пионерском в субботу 13 июля. Начнется праздник с традиционного шествия в 11.00. Позже жители смогут встретиться с Нептуном, а гала-концерт с выступлением разных коллективов продлится с часу дня до 9.00 вечера. Также в программе соревнования по силовому экстриму, праздничная уха и выставка ретро-автомобилей. Правительство Калининградской области планирует ввести дополнительные выплаты для выпускников вузов и СУЗов, которые решат завести ребенка в течение трех лет после окончания учебного заведения. Выплата составит не менее 300 тысяч рублей. Их планируют начать уже с 1 января 2020 года. Летний фестиваль «День Фортуны» пройдет на площади Розы Ветров в Зеленоградске 20 июля в 12.00. В программе праздника ожидается выступление арт-группы, фитнес-шоу, диджеев местных музыкальных коллективов и популярный кавер-группы из Казани «Виа Волга Волга», а также розыгрыш призов, подарков, проведение конкурсов и лотерей. 8 июля открылись двусторонние движения от улицы Гагарина до Василькова. Власти планировали открыть участок еще в конце прошлой недели, но дату пришлось перенести, чтобы завершить мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения. Смотрите во второй части нашего выпуска. Громкое дело Элины Сушкевич никому не дает покоя. Митингующих в пользу врача задержали и штрафовали на площади Победы. Нетрезвые родители на дне города – не самый лучший пример для подражания, особенно когда ребенок находится на высоте. Руки вверх или Сергей Безруков – калининградские маркетологи знают толк в рекламе. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. Центральный районный суд Калининграда принял решение штрафовать лидеров профсоюза «Альянс врачей», организовавших митинг в защиту Элины Сушкевич. Напомним, что недавно проходило заседание в поддержку неотнотолога, где собрались все врачи города и поделились своим мнением по поводу данной ситуации. Стоит только родиться 500-граммовому ребенку, и ему уже гарантирована жизнь и здоровье, оно в корне неправильное, это огромная проблема. И действительно очень сложно реанимировать его сразу после рождения этого ребенка. А уже на следующий день на несогласованный митинг на площади Победы пришло около 10 человек. Полиция в происходящее на площади не вмешивалась, однако позже произвела задержание. Организаторам присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Минстрой утвердил приказ о нормативе стоимости 1 квадратного метра жилой недвижимости по России на второе полугодие 2019 года. Он составляет чуть более 45 тысяч рублей. В Калининградской области этот показатель составляет 40 тысяч 909 рублей. Далее наши новости продолжит рубрика «Бизнес новости». Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска. В глобальном исследовании приняли участие 32 тысячи человек. А все потому, что ожидают хорошие и отличные финансовые перспективы. Калининград занял 53 место в рейтинге регионов по доходам населения. А все благодаря росту инвестиций в основной капитал, увеличению объемов производства товаров и услуг, сокращению задолженности по налогам и снижению уровня безработицы в регионе. В Гусеве планируют установить пешеходный фонтан со скульптурой в виде герба муниципалитета. Квадратный форму фонтан с гранитной облицовкой в черной, серой, красной и бежевой цветовой гамме будет находиться в центре города. Фонтан будет иметь 40 струй воды и обойдется казней чуть больше 15,5 миллионов рублей. Представители партии «Единая Россия» поднимут в Госдуму вопрос о запрете ввоза вин из Грузии. По словам партийцев, это связано с русофобским настроением. Запрет также предполагает наложить на ввоз воды из Грузии, а также ввести запрет на перевод денег. Руководство столичного аэропорта Шереметьево повысило зарплаты своим грузчикам в 5 раз – с 45 до 200 тысяч рублей. Однако решить проблему задержкой выдачи багажа не удалось. С конца мая пассажиры начали жаловаться на то, что не могут найти свой багаж на ленте. Минтран сдал руководству аэропорта полтора месяца для кардинального улучшения работы багажной службы. Польский злотый считается одной из самых стабильных внутренних европейских валют. А что произойдет с рублем, узнаем из курса валют. Курсы валют на 9 июля. Доллар США – 63 рубля 86 копеек. Евро – 71 рубль 70 копеек. Польский злотый – 16 рублей 88 копеек. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности, символом которого является ромашка. В день празднования плетут венки, дарят букеты и открытки из ромашки. А калининградцы поздравляют своих любимых под прицелом наших телекамер. Очень рады встрече с вашим чудесным, прекрасным городом. И в этот праздник семьи и верности хотим пожелать всем калининградцам, всем россиянам любви, счастья, успеха. Ребята, давайте любить друг друга, улыбаться больше. Всех обожаю, люблю свою семью. Мы все самые лучшие. В любви признаться всем своим близким, своему сыну. Я желаю всем огромной любви, большого счастья. И чтобы у всех было спокойствие на душе и мир. А мы признаемся в любви нашему дедушке. В первую очередь мужу, сыновьям, внукам. Всех приезжих, коренных жителей Калининграда хочу поздравить сегодня таким прекрасным летним праздником. Пожелать им здоровья, счастья, благополучия. Ну и, конечно, мирного голубого неба. Всех люблю, всю страну. Нашу семью, прежде всего, тех людей, которые любят друг друга, у кого есть близкие, родные. В принципе, мне кажется, каждого. Мне кажется, у всех есть семья, все достойны любви. И это замечательно. Кого можешь поздравить с праздником? Кого любишь? Маму. Всех, всех, всех люблю. Очень сильно. Свою семью. Маму. Во Франции решили осудить петуха за слишком громкие и ранние крики. Теперь бедолагу ждет или тюрьма, или суп. Что еще курьезного произошло за выходные, узнаем из социальных сетей. Ай-яй-яй, везде обман. Вот такой хлебушек должен весить 400 грамм, а весит всего 300 с хвостиком. Эта собачка точно знает все секреты этой игры. Не каждому человеку такое удается, а песик прямо держит хватку. Ох уж эти калининградские маркетологи. Совпадение? Не думаю. У этого песика палитра эмоций зашкаливает. Сколько радости и досады у бедолаги одновременно. В Калининграде ожидается дождливая и прохладная рабочая неделя, сообщил региональный гидромедцентр. А более точный прогноз на завтра мы узнаем из нашей завершающей рубрики. Первый. Оптический дискаунтер Оптик Гуру. Партнер прогноза погоды. 9 июля в Калининграде днем плюс 17 градусов дождь, ночью плюс 13 градусов дождь. В Вильнюсе днем плюс 18 градусов дождь, ночью плюс 13 градусов дождь. В Гданьске днем плюс 16 градусов дождь, ночью плюс 13 градусов возможен дождь. В Москве днем плюс 20 градусов, возможен дождь, ночью плюс 13 градусов малооблачно. Первый. Оптический дискаунтер Оптик Гуру. Партнер прогноза погоды. На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе. Генеральный спонсор службы новостей город. Сеть аптек. Аптека для бережливых.